Всем привет, друзья! Всем доброе утро! С вами Турпресс Алена и Андрей. Напоминаю, мы в Таиланде, в городе Паттайя, и сегодня продолжаем изучать Тайские острова и отправляемся на остров Самет! Благополучно добрались мы до пирса. Сейчас вам все расскажем и покажем. Трансфер, как всегда, заказывали через Тайфор Тревел. Машина была хорошая, удобная. Час двадцать от Паттайи до этого пирса. И нам сейчас нужно купить билеты либо на паром, либо на спидбот. Здесь разные компании, нас встретили, подвели. Сплачиваем билеты. Один билет стоит двести бат. Это, получается, при условии, что мы покупаем и туда, и обратно. То есть на человека 400 бат и на двоих 800 бат. И по обратному трансферу нам дали контакты, ватсап и номер телефона. Мы должны будем сообщить, в какое время мы бы хотели вернуться обратно с Самета. Ну, я говорю, все не тяжело и все просто. Так что не бойтесь, приезжайте, вас тут за ручку приведут, отведут и все вам продадут. Тупик. Бай-бай. Теньки. И даже предоставляют тук-тук. Надо же, какая прелесть. Савадика. Подвезли нас на пирс на колоритном тук-туке и подходит наш спидбот. 15 минут на нем мы будем идти до острова Самет. Ну что ж, в добрый путь. Вот наш билетик. Расписание спидботов выложим в своем телеграм-канале. Так что обязательно подписывайтесь, кому интересно. И чуть позже расскажем более подробно про то, как мы сюда попали, где бронировали отель, как заказывали трансфер. Уже все на Самете в подробностях вам расскажем. Так что вперед на райский остров. Нет, это еще не наша лодка. Но здесь, в принципе, все понятно. Вас, я говорю, буквально отведут за ручку, несмотря на то, что они не говорят на русском языке, а чуть-чуть говорят на английском. Все равно вам все покажут, расскажут, укажут. Так что никаких проблем вообще на пирсе нет. Приезжайте, берите билет и отправляйтесь на остров. Может быть, этот наш катер подходит. Сейчас поедем. Кстати, можно было бы купить билет на паром, на такую большую лодку. Но катер идет 15 минут, а паром 45 минут. И паром стоил бы в два раза дешевле. Отправляемся в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саметно-национальный парк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За въезд на Самет надо оплатить 200 бат. С каждого человека это считается национальный парк. Ну, и вот вход, соответственно, в него платный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А в прошлый раз мы были на Самете в составе экскурсии. И все входы, все трансферы, все уже было оплачено. Сейчас мы, можно сказать, едем самостоятельно и оплачиваем все сами на месте. Отель у нас недалеко от пирса. Да, так что я думаю... Я думаю, нам не стоит брать никакой транспорт, потому что гугл-карты показывают 7 минут пешком, где-то 700 метров от этого пирса по прямой, по главной дороге. Поэтому что, прогуляемся пешком. Прямо у пирса есть банкоматы, 7-11, кафешки, аренда байков, экскурсионные агентства. В общем, все, что нужно. И скульптура. От пирса идем в направлении нашего отеля. Пешеходных тротуаров здесь, естественно, нет. Ну, посмотрим. Магазинчики, отельчики. И возник пешеходный тротуар. Но атмосфера здесь уже, конечно, не потайская. Да? Ну да. И тук-туки зеленого цвета, а потайе синего. Да. Хоть какое-то разнообразие в нашей потайской жизни. Мы идем по центральной улице Самета. Здесь очень много кафешек, ресторанчиков. Прошли обычную полицию, туристическую полицию. Смотрите, сразу цены, кому интересно, ставьте на стоп. Мы идем дальше. Очень много массажных салонов, магазинчиков с товарами для пляжного отдыха. Отдыха, одежда, сувениры, и все здесь есть. Ну и, естественно, аренда байков на каждом шагу. Ну, я думаю, мы не ошиблись, что забронировали отель прямо вот здесь, да? Ну да. Просто, когда есть инфраструктура, все-таки повеселее жить. Ну, мы так не спеша идем. Да, небольшой храм. Нам торопиться, в принципе, некуда, потому что заселение в отеле в 14.00. А сейчас где-то 12.30. И подходим. Там вот уже будет скоро магазин 7-11. Он здесь есть. И это, конечно же, очень хорошо. Вот он, магазин 7-11. Друг туриста. И его компаньон в любой ситуации. О, еще один прямо напротив. Круто. Аж два 7-11. Представляешь? Да, рядом банкомат. А здесь, кстати, еще есть парк. Смотрите, такой тенистый. Стоят лавочки, столы. Можно пообедать. И местные тайцы тоже приезжают сюда на пикники. Такое расслабляющее, спокойное место. Прохладненькое самое главное. Идем дальше. Продают очень много овощей. Кукуруза. Кукуруза, я смотрю, у них тут есть соусы. Все, что вы хотите. Это мороженое. Круто. Вот они, магазинчики со всеми пляжными принадлежностями. Мечи, круги, утки, кепки, панамки, различные игрушки, пляжная одежда, тапки. Ну, в общем, все есть. Если что-то сюда не возьмете, здесь есть все. Так что не переживайте. Уже начинаются отельчики. Вот такие штуковины. Можно охладиться знатно. Вот, да. Такой напиток тут можно попить. Ну, и, соответственно, купальники, детские игрушки. Все для пляжа. Кафешка какая стильненькая. Обалдеть можно. Здесь тортики по 140 бат. Очень, кстати, стильная кафешечка. Кофе можно попить. Завтраки за 155 бат, за 170. Ты знаешь, здесь уже такие кафе, как они у нас называются. Вот в Москве такие вот, где любят проводить время. Ну, такие, в общем, стильные, гламурные. Как они называются? Хипстерские кафе называются. А мы с вами немного заговорились и прошли наш поворот. Здесь, конечно, все очень близко. Микрорасстояние Саммет Гранд Вью. Это наш отель. И мы идем заселяться на ресепшн. Мы обязательно расскажем, как мы бронировали отель чуть позже. Смотри, какое золото все блестит. Красиво, дорог, богато. Да, лобби. Идем в лобби. По территории отеля. Ну, хорошая территория, дорожки, ухоженные, чистенькие. Листья, я вижу, убирают. Кошечки тут живут. Франжипани. Наши любимые. Зеленая тихая территория. Да, смотрите. Сейчас будем искать рецепт. Какие пальмы. Обалдеть. Я даже знаю название этих пальм. Но тебе не скажу. Догадайся, как называется? Как? Как веерные пальмы. Класс. И вот, да, начинаются уже домики. Смотрите, как все красиво выглядит, ухоженно. Газончики. Вернее, не газончики, а кустики подстрижены. Идеально просто. Смотрите, как гладко. Но нам нужно найти лобби среди всех этих райских домиков. Джунгли и заросли. Да. А вот и лобби. Кстати, лобби выглядит тоже хорошо, красиво. Даже лучше, чем на фотографиях. Видно, что отель новый, современный. И стильный. Встречает нас велосипед а-ля французской. И девочка с книгой. Ай! Ай! Очень горячая лавка. Это просто памятник. Так, ну все, идем мы на ресепшн. Заселяться в наш отель на самете. Велком, что называется. Ну что же, заселились мы в номер. Здесь заселение проходит четко в 14 часов. Поэтому, если вы пойдете из Паттайи, особо сильно торопиться. Не надо вставать в 6-7 утра. Приезжайте смело к часу, к двум. И получите свой номер. Так, категория номера у нас улучшенной с видом на сад. И вот в таком здании находится наш номер. Это самая первая и бюджетная категория номера. Живем мы на втором этаже. Все красиво оформлено. И видите, здесь номера не особо они приватные. Эти категории номеров. Но зато растут пальмы. И вид у нас действительно на сад. Какой роскошный, сочный, тропический и зеленый вид. Открывается с террасы наш номер. Столик, два стульчика. Вот там, видите, следующие номера идут. Поэтому, говорю, не особо, конечно, приватно. И заходим в номер. Карточка. Свет. И так, большая, реально двуспальная. Можно сказать, кинг-сайз кровать нас встречает. Очень хорошая. И наверняка удобная. Постельное белье. Все свежее, чистое. Стрипсатин, как мы любим. Прикроватная тумбочка. Пульты от телевизора и от кондиционера. Пляжные полотенца. Есть тапочки, смотрите. Чтобы ходить на пляж, практически мой размер. Прикроватный коврик. Полочка для багажа. Тут у нас мини-бар. Две бутылки воды бесплатно. Два пакетика кофе. Два пакетика чая бесплатно. Чашки, чайник. Так, про воду я сказала. Стаканчики очень интересные. Оранжевые, смотрите. Прямо сразу повышается настроение. А лапша быстрого приготовления, друзья, она уже платная. Это относится к платным услугам. Смотрите, сколько стоят напитки из мини-бара. Кофе, снеки и пиво. И вот у нас маленький холодильничек. Соответственно, здесь уже платные напитки. Водичка Эвиан, Кока-Кола, Спрайт. Вот пиво и прочего нет. Ну да ладно. Так, телевизор, сумка пляжная. Зонтик на случай дождя. Кондиционер, естественно. Кондиционер хороший, мощный, охлаждает. Шкаф, плечки для одежды. И заходим в ванную комнату. Здесь у нас туалет. Душ. Кстати, хороший тропический душ. Обычный душ. Да, все как надо. Зеркальце. И что нам полагается. Так, палочки для ушей. Шапочки для душа. Кусочек мыла. Гель для душа. И шампунь-кондиционер. Набор. Зубная щетка и зубная паста. И два стаканчика для зубных щеток. Это очень хорошо. Фен. Кстати, есть фен. Его надо включить в розетку. Вот. Он работает. Мы попили кофе, переоделись во все пляжное и хотели еще обратить ваше внимание, какой прекрасный зеленый вид открывается с террасы. Это нечто. Я себя чувствую, как будто бы мы переместились в Го. О, а там тоже очень много пальм. Все зелено, пышно, тропически роскошно. В общем, совершенно другая реальность после Паттайи. Сейчас посмотрим отель и заглянем, естественно, на пляж. И в продолжении тропической зелени хочется сразу отметить, территория отеля, конечно, хороша. Везде растут веерные пальмы. Это что-то с чем-то. Уникальные деревья. Мне очень нравится. Я себя чувствую прям бодро, вдохновленно. Территорию отеля можно смело назвать парковые, лавочки, деревья, ухоженные дорожки. Никакого мусора, все чисто и приятно. Помимо нашего здания двухэтажного, в котором живем мы и в котором располагаются номера категории улучшенный номер с видом на сад, здесь есть еще такие домики, очень интересные, деревянные. И они, по-моему, называются номер в тайском стиле или тайский дом, что-то такое. Но посмотрите на сайтах бронирования, они, конечно, подороже, но домики очень даже привлекательные. Это сплошное удовольствие пожить в таком домике прямо на берегу океана. А мы с вами подходим уже к ресепшн. Напомним, что здесь есть качельки. Как хорошо, как расслабляюще. Вообще отель современный и очень ухоженный. Там есть душ, вот эти скульптурки. На лавочку лучше не присаживайтесь, потому что она не деревянная, она из стали, она очень сильно раскаляется на солнце, чему я сегодня и была свидетелем, испытала все на себе. Здесь у нас ресепшн, где мы заселялись, будем выселяться, да. Эта участь ждёт каждого туриста, приезжающего на райский остров. Там есть магазинчик, типа фонтанчик, фигурка. Религиозная, скажем так, не будем называть, а то вдруг ошибёмся. И здесь тоже уже начинается песок, смотрите, растут франжипани. Там дальше стоят коттеджи в тайском стиле, вот здесь, здесь. То есть они, получается, стоят на первой и на второй линиях от моря, а уже наши номера, они стоят как бы на третьей линии. Это не имеет существенного значения, потому что идти всё равно полторы минуты, недолго. Смотрите, это можно взять в аренду, я так думаю. Да, точно. Здесь ресторанчик, пойдём посмотрим, как всё выглядит внутри. Какой пляж! Отвлекает внимание сразу. Ну давай вернёмся к ресторанчику. Здесь висят китайские фонарики, потому что на носу Новый год по китайскому календарю. И такие столики. Здесь, как мы поняли, можно заказать коктейльчики, пообедать. Нам, кстати, дали купон при заселении. На скидку в 200 бат. Вот не знаю, какие здесь цены. Вечерком сходим, посмотрим, проверим. И также ресторан имеет продолжение. Сейчас он закрыт. Там закрытое помещение. Я так думаю, что там будут проходить завтраки. Завтрак мы, естественно, вам покажем. Завтра вместе с вами сходим. Так что запасайтесь чем-нибудь вкусненьким. Наливайте себе кофе, чай. А мы идём на пляж. И смотрите, какие волны, друзья! Это абсолютно другой пляж. Пляж, которого мы ещё не видели в Таиланде. Потому что в основном, посещая острова, мы были на пляжах со спокойной водой. Без волн. Так получилось. А здесь волны. Мы как будто бы переехали в другую страну. То есть, если вы приедете сюда из Паттайи, увидите этот белоснежный пляж, эту бирюзовую воду, эти волны, вы точно смените обстановку и получите совершенно новые эмоции. О, как красиво! Ничего себе! Смотри, какая красота! Там горы, маленькие скалы и волны! Боже мой! Как на Шри-Ланке? Ну, как на Шри-Ланке? Ну, на Шри-Ланке волны всё-таки поболее. А песок такой белоснежный? Песок! Во-первых, он белоснежный. Но это только первый его плюс. Второй его плюс. Знаете в чём? В том, что он хрустящий. Опять хрустящий песок. Как я люблю это! Смотрите. Давайте я потопчусь немножко, а вы послушайте, как он хрустит. Мне кажется, шум волны перебивает хруст песка. Но поверьте на слово, друзья, он реально хрустит. И он такой белый-белый, мучной песок. Обожаю такой песок. Просто это самый топовый песок, который только может быть на пляже. То есть пляжи с таким песком, они однозначно одни из самых лучших. Ну, а здесь плюс ещё и вода хорошая, чистая. Волны, в которых можно веселиться, наслаждаться, смеяться. Не зря, в общем, мы приехали. И я очень-очень рада сегодняшнему дню и тем мини-каникулам, которые нас ждут на острове Самет. Смотрите, каких розовых фламинго можно взять в аренду на этом пляже. А вообще этот пляж и этот район очень хорошие для Самета. Вы видели, как мы шли от пирса до отеля. Очень много инфраструктуры. 7-11 здесь, ну, минут, наверное, 3-5 ходу. То есть очень близко вы можете купить всё необходимое. Плюс кафешки, рестораны, массажные салоны, аренда байков, какие-то экскурсии. Там дайвинг, снорклинг, всё это есть, покататься. Вообще всё есть. Это очень хорошо. И плюс на пляже ещё стоят такие интересные палаточки, очень яркие. И здесь тоже можно купить, например, коктейли. Почему нет? Давайте посмотрим с вами цены. Коктейльчики у нас по 270, по 350, по 300, по 350. И надо найти пина Каладу. Не уверена, что мы её сможем найти. Здесь свои названия. Ох, банана, например, 300 бат стоит. Но цены вы видели. В любом случае, когда есть бар на пляже, это хорошо. Хуже было бы, если бара не было. А также на этом пляже вы можете заказать себе блинчики роти. Пойдёмте посмотрим, сколько они стоят. Никуда не надо отходить. Вот приятный перекус уже у вас под боком. Hello! Блинчики роти с бананом и шоколадом, с бананом и яйцом и так далее. И тому подобное. Но цен я пока не вижу. А банана и чоколады how much? А банана и чоколады 60 бат, please. 60 бат? 60 бат стоит банан и шоколад. Но в Паттайе они стоят 50. Так что не такая уж и большая наценка для такого пляжа, для такого чудесного места. Превосходным образом мы устроились прямо на берегу чудесного синего моря. Бинбэнги предоставляют отель, ничего доплачивать не нужно. Пляжные полотенца тоже есть в номерах, можно брать с собой на пляж. Итак, взяли сок. Он хоть натуральный? А сок-то вкусный. Никакое-то вам не юпи, как можно было бы подумать. Стоит, кстати, 100 бат. Хотели рассказать о том, как мы бронировали этот отель и какая, в принципе, ситуация у нас сейчас происходит. Во-первых, кто давно смотрит наши выпуски, те знают, что мы после Пхукета вернулись в Паттайю, чтобы изучить те интересные места Таиланда, посетить острова. В Паттайю мы не рассматривали в качестве какой-то зимовки либо долгого отдыха. Нет, это как база для того, чтобы посещать острова, интересные места и так далее и тому подобное. И что немаловажно, снимать сюжеты для Ютуба, потому что мы с ним связались, и у нас появилось очень много проблем. У нас забот до этого не было. Мы связались еще с Ютубом и себе жизнь облегчили. Но что делать? Теперь его не бросишь, поэтому приходится снимать. Мы не останавливаемся и продолжаем снимать сюжеты. Так как мы путешествуем уже четвертый месяц, запас наличности потихоньку иссякает. Плюс появились некоторые проблемы с зарубежными картами. Например, одна из наших карт Белорусского банка, теперь ей невозможно оплачивать букинг. Ну и плюс там с пополнениями есть определенные лимиты, есть комиссии и так далее и тому подобное. То есть это тоже не самый простой вариант. Бесконечно благодарны ребятам из Тайфор Тревел, Владу, Максиму и Соне. Потому что они реально вкладывают очень много сил в нас и в наш сюжет. Они нас морально поддерживают. И этот отель даже искали не мы, а нашли они. И по-моему, он идеальный. То есть они вместо нас выбрали нам отель, угадали все наши предпочтения. Мы просто обозначили им бюджет и локацию. Чтобы не иметь никаких головных болей, оплачиваем со своей Сберовской карты им в рублях. Они оплачивают нам, бронируют и оплачивают нам отель, заказывают трансферы. Просто говорят, какую сумму в рублях им нужно перевести. Мы переводим. И вообще не испытываем никаких сложностей. То есть у нас все гарантировано. И трансфер, и отели. И что самое интересное, все всегда проходит четко. Никогда никаких сбоев с Тайфор Тревел не было. Так что, друзья, если у вас нет зарубежной карты, либо вы тоже не знаете, как оплатить, например, экскурсию, либо отель любой в Таиланде на любую длительность, можете смело обращаться к ребятам, QR-код на экране. Они вам забронируют любой отель, дадут скидки на экскурсии, если вы скажете турпресса, и обеспечат вас трансферами. Очень хорошо, что есть такие туристические агентства, как Тайфор Тревел, которые могут решить все ваши вопросы. Вам даже не нужно будет задумываться о валюте, о зарубежных картах. Можно просто все оплатить рублями с вашей российской карты и забронировать любые отели на любой срок, любые трансферы, купить любые экскурсии и еще к тому же получить хорошие скидки. Но обязательно говорите турпрессу, потому что мы тоже хотим, чтобы наш канал был полезен для наших подписчиков. И ребята согласились, естественно, давать скидки для тех, кто назовет слово турпресса. Друзья, всем искренне желаем счастья и здоровья за вас! Ну, я предлагаю заканчивать нашу болтовню и, наконец-таки, наслаждаться райским островом, сами погружаться в это чудесное море и в эту прекрасную стихию. Кстати говоря, чем еще хорош этот пляж, то что здесь очень много инфраструктуры. Инфраструктура не только у нашего отеля. Если пройтись туда, там тоже сплошные кафе и рестораны. Плюс на этом пляже можно сделать массаж. Но, друзья, в прошлый раз мы были на самете в составе экскурсии, делали там массаж, и нам там массаж не понравился. Почему? Посмотрите наш предыдущий ролик про экскурсию на самет. Экскурсия была замечательная и восхитительная, но массаж был отвратительный. Ложка дегтя в бочке моря. Ну все, снимаем микрофончик и погружаемся в волны. Я обожаю такие волны. Кто-то не любит, но я волны обожаю. Мне всегда так в них весело. Я просто на седьмом небе от счастья. Это правда. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Пляжного дня мы вышли на вечерний променад. И смотрите, сколько кафешек и ресторанчиков. Все подсвечено. Это прямо на пляже, прямо на берегу. Притом волны так и не прекратились. Они до сих пор нас радуют. Не знаю, опять-таки, постоянно это явление или редкое, но волны тоже создают определенный шарм. Здесь на Самете, вот как мы говорили ранее, здесь реально какая-то своя атмосфера. Даже не знаю, с чем сравнить. То есть такое ощущение, что Самет взял по частичке от разных стран и совместил в себе воедино все самое лучшее. Невероятная подсветка у отеля. Смотри, прям реально настоящий Новый Год. Новый Год, да. Да. Скорее всего, не видно, но, блин, разноцветные фонарики. И золотые, и синенькие, и зелененькие, и красненькие. Что-то невероятное. Новые ощущения, друзья, мы получаем в Таиланде. Ко Самет, конечно, мы даже и не рассчитывали, что нас может что-то так удивить и поразить. Это невероятно. Ну, островная жизнь есть, островная жизнь, конечно. Это не город. Здесь не рассчитано на такую островную экзотику. Ну, островная-то она островная, но мы уже посетили сколько островов в Таиланде. И такой кипучей инфраструктуры не было, пожалуй, ни на одном острове. Ну, ты знаешь, у каждого острова есть свой характер. Да, своя изюминка. И здесь, на Ко Самете, именно на этом пляже, где мы сейчас находимся, невероятная эта самая изюминка. Изюмище просто. Харизма. Харизма, да. Здесь хочется отметить один нюанс, друзья. Если вы соберетесь на Самет меньше, чем на неделю, выбирайте будние дни, потому что в выходные сюда реально приезжают тайцы, и цены в отелях, они выше. А в будни тарифы понижаются. Кафешек здесь невероятное количество. Выбирай, какое больше нравится. И еще чуть-чуть цен на напитки. Пляжных ресторанчиков. Ну, и капучин за 90, да? Ну, это небольшая чашечка-то. Да. Ну, и я бы не сказала, что цены прям очень сильно накрученные. Для первой линии моря, для морского, можно сказать, ресторана, цены очень даже нормальные. Нормальные, практически... Гуманные. Да, такие же, как и в Паттайе. Ну, пойдем менюшечку посмотрим, что тут у них. Ну, да. Можно поставить на стопы, посмотреть менюшечку. Папая салат с голубым крабом 200 бат. Ну, здесь вот как-то так повыше цены. Мы прогулялись по пляжу и вышли на центральную улицу, по которой мы сегодня шли от пирса. И смотрите, как близко, на самом деле, к нашему отелю 7-11. То есть, идти вообще, наверное, одну минуту. И напротив этого 7-11, другой 7-11, много не бывает. Улица тоже кишит развлечениями. Я первый раз вижу такой остров в Таиланде, где так много яркой инфраструктуры. И смотрите, какими разноцветными фонариками украшена улица. Мне она напоминает вообще улицы Мармориса даже, знаете. Там тоже, когда в сезон все кишит, кипит, бурлит. И здесь нечто подобное. Короче, атмосфера невероятно праздничная. А у собака сабай-сабай. Это типа магазинчик. Очень много свежей зелени. Подсолнечное масло можно купить. И яйца. Репчатый лук. Все есть. Все, что нужно. И кафешечки. Здесь спа-центр. Пойдем посмотрим цены. Ну, спа-центр не простой, а достаточно пафосный. Здесь тайский массаж стоит 600 бат. Так же, как и фуд-массаж. Здесь какое-то невероятно популярное кафе. И давайте посмотрим цены на напитки. На фруктовые и молочные шейки. Цены на еду. Папая-салат уже по 80 бат. Рыба. И официанты ходят с планшетами. Я вот смотрю, подними немножко объектив, покажи. То есть, атичное такое кафе. А чикин сейфут вискоконат милка. 220 и 440 бат. Мы решили все-таки зайти в этот ресторанчик. Меню, которое вы сейчас смотрели. Знаете, в чем прикол? Смотрите, какое здесь меню. Вот. Внушает доверие, да? И важная вещь, друзья. Если соберетесь на саммит, обязательно берите с собой наличную тайскую валюту. Потому что по картам, если будете платить, с вас снимут еще какие-то 3% к счету. Так что, зачем нам переплачивать? Мы вот об этом не позаботились. Приехали с картой, которая пока работает. И придется нам плюс 3% платить. Но сейчас что-то выберем. И, конечно же, покажем вам. Меню-то какое! Ну, все. Сижу, читаю. Лев Толстой отдыхает. Изучили мы меню данное. Данную книгу провели большую работу. И, ну, например, суп Том Ям здесь стоит маленький 220, а большой 440 бат. Плюс 3% нужно будет доплатить, если мы будем расплачиваться картой. Поэтому, так как нам в отеле сегодня дали купон на скидку 200 бат в ресторане, и там, по-моему, не прибавляют 3%, если оплачиваешь заказ карты, я думаю, что мы пойдем, наверное, в ресторан нашего отеля. Да, здесь еще более популярная едальня. Что почем? Столовка, я бы сказал, народная. Народная. Обалдеть. Как будто на футбольном стадионе. Чем здесь кормят? А всем за 250, я смотрю, цените. На все 250. Вот он наш измеритель Том Ям. 250 и 350 соответственно. Ну и что, будем искать, да, с перламутровыми пузовицами. Где дешевле. И без крыльев. Да. Я просто смотрю, какой интересный массажный салон. Здесь до сих пор наряженная елка, украшена все новогодними гирляндами. Называется он Come On. Типа, давай по массажу. Да, цены тут точно такие же, как и в прошлом салоне. Не смогла я удержаться и сходила на массаж. Вот так. У меня прям пленят эти массажные салоны. Капанка. Вот эта вот женщина делала мне массаж. Вы знаете, она очистила репутацию самета по массажу. Потому что она делала массаж хорошо. Но было одно но. Она почему-то сконцентрировалась именно на моих ногах. Может, она решила побороть целлюлит одним разом. Но это не то, что мне надо было. Она вот пару раз нажала на болезненную точку на спине. И это именно то, что мне надо. Потому что мне все время хочется вот так вот шею свернуть. Вот здесь вот что-то меня не устраивает. Ну, какой-то зажим есть. И она совсем чуть-чуть поделала здесь. Но поделала хорошо. Я прям думала, что вот-вот и она меня избавит от этого зажима. Но потом она перешла к ногам. Но в целом хороший салон. Такой он, ну, не сказать, что там слоники, фонтанчики, простенький. Но массаж сделала хорошо. Так, из 10 на 7. Называется салон Хамон. Так вот, Камон, да. Мы мимо первого салона сошли. Но уж мимо Камон я уже не могла. Не было сил пройти мимо этого массажного плена. До отельского ресторана мы все-таки не дошли. Я надеюсь, что еще дойдем и воспользуемся купоном на 200 бат. Зашли в простую кафешку. Здесь цены вроде бы нормальные. Паттай где-то 100 бат. Рис 100 бат. Это порции смол. Если заказывать, конечно, большие, то цены будут повыше. Но мне кажется, нормальный. Большой чанг стоит 100 бат всего лишь. Так что предлагаю уже подкрепиться и расслабиться. Как насчет этого? Да. Я всегда за подкрепиться, как мини-пук. И расслабиться. Вот позволим себе распить бутылочку пива на этом замечательном острове Самет. И сегодня мы на него взглянули другими глазами. И он нам однозначно понравился. То есть, вот этот пляж, этот райончик, он ни на что не похож. Обладает своим неповторимым обаянием. И в целом вполне себе хорош для отдыха и наслаждения пляжем, морем, пальмами и едой, конечно. Так, ну давайте для начала немножко расслабимся, потому что день у нас сегодня все-таки был тяжелый, несмотря ни на что. Мы встали в 8 утра, ехали из Паттайи на трансфере, потом плыли 15 минут на спидботе, потом заселялись в отель, потом плавали, потом ходили на массаж. Искали, исследовали тут ресторанчики. Так что, позволим себе расслабиться с приездом. Хорошо. И давайте попробуем Паттай и оценим, нормальный ли он здесь в принципе или так себе. Потому что Паттай мы пробовали во многих местах. Где-то он получше, где-то он похуже. Так, давайте пробуем. А вот этот бульончик еще принесли, это мне или тебе? Бульон приносит под рис. Под рис. Кстати, этот бульон очень вкусный. Очень вкусный. Мне кажется, это маги. Паттай хороший. Лапша хорошо приготовлена, она не разваренная, такая слегка жестоватая, в принципе, хорошо. Я хочу бульончик попробовать, его как, вот ложкой, да? Вы знаете, какой вкусный, горячий, с лучком зеленым. Да, вкусняшек. Бульон вкусный. Прям вот бульон мне больше всего, наверное, понравился, но Паттай тоже вкусненький и хорошо приготовленный. Так что будем ужинать, и приятного аппетита. Завтра с вами пойдем на завтрак, так что, если кто не успел доесть бутерброд, не торопитесь. Пройдет всего лишь секунда, и мы пойдем уже на завтрак. Всем доброе утро. Мы отправляемся на завтрак, покажем, что сегодня предлагают. На входе уже булочки, хлеб, джемы, можно пожарить тосты. Здесь кофе-машина, мы обязательно заварим и оценим, что за кофе. Здесь сладости, вафли, такие, я понимаю, типа пончики, различные соусы, изюм можно добавить. Какой ресторанчик приятный, да? Смотри, прям вид на море открывается. И здесь станция, где можно пожарить яйца, блинчики. Классно, слушайте, круто. О, смотри, какая подача яиц, даже типа пашот есть. И вот такие тарелочки. Богатое яйцовое разнообразие, друзья, в этом отеле яичное. А яйца нынче продукт дорогой, так что надо ценить. Рис с обыкновенной, жареный рис с колбаской, с овощами, с луком. Овощи-микс. Томаты-гриль. Под сырным, под сыром. Вечина. Сосиски. Куда без них. И вегетарианские спринг-роллы. Я попробую спринг-роллчик. Если успеешь. Да, мы пришли уже к окончанию завтрака, друзья. И соусы. Так, тогда давай поторопимся. Здесь овощи, яйца, салаты, тоже соусы. Здесь что-то было. Что-то было, но уже мы проспали, короче, сегодня. И овощи, овощи, овощи. И что здесь еще можно найти. Короче, фрукты я не нашла, но, возможно, они тут и есть. Не будем делать преждевременные выводы. И здесь у нас соки. Такой. Оранжус, батэфляй и эндлайн джус. Неплохой у нас получился стол. Набрали всего от жадности, потому что ресторан уже через минуту закрывался, поэтому мы вот и понахватали. Ну ладно. А сейчас хочу попробовать вот этот замечательный напиток, который мы видели, да, около апельсинового сока. Давайте попробуем, мне прямо интересно. Похож на компот из сухофруктов. Но цвет, конечно, замечательный. Фиолетовый, свежайший сок с утреца пораньше. В марганцовке кинули. Не, ну вкусно, сладкий. Реально вкусный. Так, взяли яйца Бенедикт. Я взяла рис, спрингроллы, сосиски, овощи. Взяли выпечку с изюмом, со сгущенкой, с вареньем, с джемом. Ну, тут немножко овощей. Овощей там было совсем мало. Андрей взял два яйца, помидоры, булку, овощи, сосиски. Взяли ананасы, взяли арбузы. Запаслись в кофе, потому что чашечки здесь, конечно, стильненькие. С логотипом отельчика, но категорически маленькие. Прям для эспрессо. Ладно, давайте попробуем яйцо Бенедикт, потому что яйца Бенедикт я обожаю. Но как-то так получилось, что давно не было возможности отведать столь замечательное, изысканное и модное блюдо из самого дорогого продукта. После красной и черной икры, конечно. Так, давайте заценим яйцо Бенедикт. Я тебе ложку взял специально. А, ложку. Да. Точно, будем есть ложкой. Аюлька помогает. Лаптей нету, но если бы лапти были, был бы полный комплект, да? Ладно, все. С добрым утром, ваше здоровье, поехали. В общем, яйцо зачетное. Пашот, либо Бенедикт, но классное яйцо. Абсолютно рекомендую, просто 10 из 10. Ролл, спринг-ролл. Что внутри эти? Внутри капуста, морковка. Вкусно. Главное, что он не жесткий, такой, слегка хрустящий снаружи. Мягкий внутри, хороший ролл. Реально. Сосиски. Сосиски, скорее всего, куриные, но тоже очень даже неплохие. Бывают хуже. Не, эти хорошие сосиски. Что еще попробовать? Рис. Тоже интересный рис. Там овощи похрустывают. Такие многообразие вкусов, можно сказать. Овощи. Мне все нравится. Реально все вкусно. Чтобы в ресторане, отеле были блюда все вкусные, это на самом деле большая редкость. А здесь все вкусно. Так что, как минимум, завтрак здесь хороший. Плюс еще есть и фиолетовый напиток, друзья. Но только ради этого можно приехать в этот отель. Ну, согласитесь. Плюс вид на море. Блин, цвет. Цвет меня пленяет. Ну и вкус хороший. Ой, класс. Все, будем все это поедать. И потом уже увидимся, в общем. Что будем делать, не знаем. Но какой-то план выработаем и его осуществим. Все.